Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Илюза Шерифулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В режиме видеоконференции прошло очередное заседание Совета Российского Союза ректоров. Совещание провел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В работе Совета также принимал участие ректор КФУ Ишат Гафуров. Обсуждались вопросы, касающиеся формата работы высших учебных заведений в новом семестре. Глава Миноборнауки отметил, что общий вектор организации образовательной деятельности – постепенное возвращение к традиционному формату. Во время прямой связи уже со студентами России министр науки и высшего образования Валерий Фальков пообещал в конце февраля посетить студенческий телеканал Универ ТВ. Все подробности расскажет Илья Андреев, которому удалось задать вопрос министру. Вот только что завершилась прямая связь с министром науки и высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым. Нужно сказать, что во встрече принимали участие представители студенческих средств массовой информации. 27 января студенческий телеканал Универ ТВ Казанского федерального университета был тоже на связи. На встрече офлайн находились 12 студентов, представителей московских университетов. Онлайн были журналисты студенческих средств массовой информации со всей России, от Крыма до Владивостока. Открытый диалог состоялся в прямом эфире на площадках Миноборнауки России, в YouTube и социальной сети ВКонтакте. Казанский федеральный университет, мы хотели выйти на связь тоже с небольшим предложением. Давайте, давайте Казанский федеральный, выходите. Мы СМИ как-то обошли совсем эту тему, и мы даже не вопросы, а мы скорее предложения, да. Первое, вот в ходе вашего следующего рабочего визита в город Казань, в Казанский федеральный университет, мы бы хотели пригласить вас на Универ ТВ, это первый студенческий телеканал круглосуточного вещания в Российской Федерации для встречи вот подобной со студенческими СМИ, и мы бы задавали не глобальные вопросы, а более конкретные, которые волнуют нас, студенческие СМИ, казанские, региональные, да, студентов. И второе предложение, я думаю, что мои коллеги согласятся, да, представители средств массовой информации, мы, студенты из региона, да, вот я из Казани, сталкиваемся с проблемой организации практик в крупных федеральных средствах массовой информации. Собственно, я считаю, что было бы целесообразно и правильно создание такого интернет-ресурса, на который все было бы достаточно просто и легко, да. Вот я сейчас не могу это конкретно сформулировать, но, условно, мы бы подали заявку, мы там загрузили фотографию, портфолио, все просто открыто, есть кураторы, которые, организаторы все это проверяют и нас распределяют. И вот, условно, я студент кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций, Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций КФУ, мог бы не просто на Первом канале, там, или Россия-1, там, кофе разносить, или на любом другом телеканале, а выполнять профильные какие-то задачи и получать конкретные навыки, да, вот, поучить, собственно, получить какой-то опыт у старших коллег, да, поучиться у них. И уже потом, приехав в регион, да, в Татарстан, на нашем телеканале, Универ ТВ, уже эту практику применять, и я думаю, что это было бы очень для нас, для всех студентов, которые, собственно, представляют средства массовой информации, по направлениям, не только, да, вот, телепроизводства, я сказал, но и по направлениям журналистики и медиакоммуникаций именно регионы, да, чтобы у нас была возможность, вот, приехать в... вот так вот. Да, я обещаю, что приеду к вам на телевидение с удовольствием, открою вам секрет, у нас есть планы, мы недавно встречались с руководством республики, с Рустамом Нургалеевичем, и планируем, что в конце февраля, как раз в том числе в Казанский федеральный университет, поэтому у вас такая замечательная, веселая студия сейчас, мы побываем. Что касается практики, мы подумаем, как вам помочь. Абсолютно справедливая постановка вопроса в федеральных СМИ, но я думаю, что можно не через интернет, можно и по-другому, не через интернет-ресурс, можно и по-другому, но главное, эту задачу надо решить будет. Так что постараемся помочь вам. Спасибо огромное, будем ждать федерального университета. Спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Мы с большой радостью ждем в гости Валерия Николаевича в Казанский федеральный университет и на встречу на нашем телеканале с представителями студенческих средств массовой информации. Илья Андреев, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. 25 января в Казанском Кремле в честь 90-летия состоялась торжественная церемония чествования именитого выпускника Казанского университета Игоря Анатольевича Торчевского, где его поздравил президент Татарстана Рустам Мениханов и ректор Ильшат Гафуров. К юбилею академика в музее КФУ открылась выставка, на которой побывали и наши корреспонденты. 27 января в честь выпускника Казанского университета Игоря Анатольевича Торчевского была открыта выставка в музее Казанского федерального университета. Мероприятие открылось поздравлениями от его коллег и учеников. Поздравил юбиляра и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Благодаря таланту ученого, творческим и деловым организаторским качествам вы снискали признание в профессиональном сообществе, несли серьезный вклад в развитие биохимии, отечественной науки в целом. И, конечно, глубокое уважение достойно плодотворная наставническая работа, то внимание, которое вы уделяете воспитанию молодежи. На выставке были отражены практически все моменты научной, общественной и научно-организационной работы ученого. Она была подготовлена сотрудниками Казанского университета. Я благодарен университету и сотрудникам музея истории университета за создание такой выставки, которая посвящена мне и моей работе не только в университете, но и в постуниверситетский период. Здесь отражены практически все моменты моей научной истории и не только научной. Напомним, что основные исследования академика Торчевского посвящены механизму фотосинтеза в экстремальных условиях – биосинтезу целлюлозы. Более полувека он посвятил исследованию проблем физиологии и биохимии растений. В настоящее время под его руководством проводятся исследования особенностей функционирования основных сигнальных систем клеток растений, отвечающих за адаптацию растений к неблагоприятным климатическим условиям и формированию иммунитета к патогенам. Винджамини Баева, Радик Загидулин, Ленар Тавлитьяров, Универт Ньюз. Казанские ученые разработали тест-системы для определения антител к коронавирусу. В ближайшем будущем после адаптации такие системы можно будет использовать для обнаружения геморрагической лихорадки. О том, как это будет работать, смотрите в нашем сюжете. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни человечества. Ограничение работы заведений, перевод на удаленку части сотрудников, дистанционное обучение. Список можно продолжать бесконечно. Одной из главных тенденций в научной сфере стал поиск вакцины от коронавируса и совершенствование методов диагностики, чтобы максимально сократить время анализа. Казанские ученые одними из первых начали работу в данном направлении. Тест-системы мы разрабатываем как классические на основе иммуноферментного анализа, то есть это системы, которые обычно используются в клиниках диагностических лабораториях, так и экспресс-тесты, так называемые тест-полоски, которые позволяют проводить экспресс-анализ на наличие антител к возбудителю COVID-19, вирусу SARS-CoV-2. На сегодняшний день можно говорить и о первых успехах проекта. Тест-системы, разработанные в КФУ, применялись для тестирования людей, переболевших COVID-19 и готовых сдать свою кровь. Дело в том, что одним из способов лечения коронавирусной инфекции является переливание плазмы переболевшего больному. В проекте по созданию банка плазмы, переболевших COVID-19, на момент, когда мы этот проект запустили в мае, не было ни одной этой системы, которую мы могли бы приобрести в Республике Татарстан для этих целей. И, по сути, научная разработка Казанского университета и позволила начать лечить пациентов этой плазмой. В ближайшем будущем опыт разработки тест-систем ляжет в основу разработки тестов для определения геморрагической лихорадки. Прорабатывается вопрос по разработке экспресс-тест-системы для определения антител против геморрагической лихорадки с почтным синдромом ГЛПС или мышиная лихорадка. Для Республики это актуальная проблема. У нас ежегодно, к сожалению, люди болеют этим заболеванием, тяжелым заболеванием, который очень часто приводит к инвалидизации или даже смерти пациентов. И мы надеемся, что в этом году мы приступим к разработке тест-системы против ГЛПС. О том, насколько успешна будет данная разработка, можно будет говорить лишь после первых испытаний. Однако уже сейчас ясно, что как серьезный научный проект она имеет место быть. Александр Фирсов, Радик Загидуллин, Ленар Девлетьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Илюза Шерифулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Я желаю вам хорошего дня. До новых встреч!